Они прожили в этой квартире больше 30 лет и даже не подозревали, что когда-то их будут выселять отсюда. Семья Николая Судыркина получила это жилье в 95 году по договору найма служебного жилого помещения. По условиям договора, чтобы оформить квартиру в собственность, нужно было отработать на предприятии Алтай Кровля до пенсии. Мужчина 33 года посвятил заводу. До заслуженного отдыха оставалось всего 3 года. И вдруг его сократили, даже не дав доработать 10 дней до статуса ветерана труда. Сегодня семью выселяют. 28 декабря был суд и по факту мы здесь можем проживать, когда вступит в законную силу решение суда. Это 28 января. Пару лет назад предприятие Алтай Кровля обанкротилось, а Николаю в судах пришлось доказывать, что он не по своей воле нарушил договор, так как сам увольняться не хотел. А еще недавно семья узнала, что их квартира уже принадлежит другому человеку, который купил ее не глядя. Жилье продали с торгов. Нового хозяина судьба семьи, конечно, не особо волнует. Ситуация, ему это неинтересно, что мы здесь проживаем. Он хочет нас выселить любыми путями. Угрожал даже, что выключится электроэнергию, то есть подселит кого-то в нашу квартиру. Ну то есть, в кавычках нашу. Уже после этого позвонил нам юрист его, и уже с ним мы побеседовали и вышли на то, что какой-то договор будем заключать, арендовать квартиру. Пока семья еще не готова арендовать квартиру, которую недавно считала своей. Сегодня здесь также проживает несовершеннолетний ребенок, внучка Николая. У самого мужчины инвалидность. К тому же, во время работы на производстве он получил серьезную травму. Но все эти факторы не имеют никакого значения для представителей развалившегося предприятия. Что я могу сделать для этой семьи? У меня есть судебный акт. Ему отказали в заявлении, удовлетворении. Признали в конкурсную массу. В конкурсной массе имущество осуществляется через торги и реализации. Что я могу вам еще сказать? Есть закон. Но помимо закона есть и моральный аспект, когда человека выселяют из квартиры, на которую он работал всю жизнь. Семья будет обращаться к губернатору края. А холдинг сибирской медиагруппы, в свою очередь, готовит запросы в Союз промышленников Алтайского края, а также в правительство региона. Мы обязательно вернемся к этой теме. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.